Добрый вечер, вечер, утро, день, ночь, у кого что. Сегодня у нас с вами последнее такое итоговое занятие по механизму бухгалтерии, поэтому если у вас какие-то вопросы по не очень простому на самом деле механизму накопились, я буду рад их услышать. Сегодня мы с вами посмотрим, ну по факту это две такие темы, ну вот как я их разделяю. Мы с вами посмотрим, что такое механизм оборотных субконта и, как вот просили, посмотрим работу с разными таблицами, виртуальными таблицами регистра бухгалтерии. Когда оправданно применение какой таблицы. Мы просто несколько отчетов с вами попробуем сформировать, и там, ну мне так кажется, будет абсолютно очевидно, какие нужно использовать таблицы, в каких случаях. Итак, остановились мы с вами на том, что у нас в конфигурации появились документы, связанные с переоценкой валюты. Вот валютный учет мы с вами реализовали в системе, привязали все, что нужно к плану счетов. Ну и вот один из моих любимых отчетов вообще на любой части курса, который касается механизмов накопления остатков, там накопления оборотов, нам нужно с вами построить отчет. Пользователь просит нас построить отчет по продажам. Отчет, там, анализ продаж. Я сейчас попробую его нарисовать, и мы с вами вместе подумаем, можем ли мы данные сейчас из регистра бухгалтерии вытащить для того, чтобы отчет такой нарисовать, или все-таки каких-то данных у нас не хватает. Надеюсь, мой экран вам уже видно. Я переключусь в 1С-предприятие, и для начала отчет нарисую. Так, отчет меня классически интересует такой. Вот упростим его до нельзя. Отчет продажи. Продажи за, там, какой-нибудь май 2010. Отчет выводится в разрезе товаров. Номенклатура. Хочу видеть себестоимость продаж, количество продаж, выручку и прибыль. Количество, себестоимость продаж, выручка, прибыль. Такой вот отчетик. В отчете у нас сколько показателей? Кто может сосчитать? Кто понимает, что такое понятие показатель? Ну, не стесняйтесь, если неправильно, так мы сейчас выясним. Показателей сколько в отчете? Показатель это то, что отчет у нас отображает. Да? То есть то, ради чего мы его формируем. Если совсем-самсем упростить показатель, то, то есть этот отчет показатель, наверное, будет один. Правильно? Это прибыль, сколько мы в итоге получили. Если мы разворачиваем отчет, то у нас отчет продажи, сколько продали, продажи, себестоимость продаж, продажи, выручка. Ну, прибыль это рассчитываемый показатель, как вы понимаете, выручка минус себестоимость. То есть у нас на самом деле в отчете три показателя. Количество продаж, себестоимость продаж, выручка продаж. Давайте задумаемся. Есть ли у нас данные в регистре? Вот что такое количество продаж с точки зрения механизма бухгалтерского учета? Я надеюсь, нам сейчас должно быть очевидно, что продажи, они регистрируются документом расходной у нас. Поэтому давайте посмотрим, какие движения формирует этот документ, и сейчас придем к выводу, есть необходимые нам данные, которые формируют расходные или нет. Я запускаю систему, открою документ. Журнал операции нам не нужен, нам нужен документ расходные. Ну и вот, давайте откроем движение, которое сформировало этот документ. Смотрите, документ, который продает один товар, формирует у меня движение, в которых есть поварешка, то есть это товар, который вам продали. Есть у меня там информация, да, это субконт по кредиту. Есть информация о себестоимости, вот где-то, есть информация о количестве продаж. Где у меня количество, кстати, продается? Количество КТ. Ух, что-то у меня количества-то в расходной нету. Кстати, неправильно. Сейчас мы проверим, что у нас там с количеством. А, вот, есть. Я почему-то не переправил документ, там не было количества. Вот, смотрите, количество есть. То есть, как бы нам назвать это количество? Это вот что такое за количество? То есть, мы видим, одна штука продана. В терминологии бухгалтерского учета, вот это вот самое количество мы можем назвать сейчас как? Это оборот по кредиту счета товары. Мы ведь, когда товары продаем, у нас счет в кредите, правильно? То есть, мы указываем дебит, там, прибыль, кредит, товары. Ага, количество, это у нас оборот по счету товара опт в кредите. То есть, количество, оборот по кредиту счета товара опт. Эта информация у нас есть. Мы ее видим, вот оно, количество. Себестоимость продаж. Ну, так же, как и количество, это что у нас? Оборот по кредиту счета товары в суммовом выражении. Тоже есть информация. Сейчас мы будем запрос писать, там это тоже будет очень очевидно. Я покажу. А выручка, это что такое? А вот 500, это у нас как раз таки выручка. Сумма-то у нас 500 есть. Она разве разрезается у нас в разрезе товаров? Неа. Видите, товаров-то нигде в проводке нет. Если мы попробуем сейчас с вами построить запрос к вот этим самым счетам, то увидим, что система нам не позволит вытащить выручку в разрезе номенклатуры. Давайте сейчас с помощью запроса попробуем вытащить данные, а потом уже будем выяснять, что же нам в регистре поменять нужно, чтобы данные получить. Так, сейчас я только разрешу использовать нормальную консоль запросов. Отладку запущу в толстом клиенте в обычном приложении. И вот консольку здесь откроем. Так, мы с вами выяснили, что в принципе и количество продаж, и выручка является оборотом, оборотным показателем, правильно? Значит, обращаться нам нужно к таблице оборота регистра бухгалтерии. Но таблица оборота регистра бухгалтерии у нас существует в двух экземплярах. Смотрите, у нас есть просто обороты и обороты ДТКТ. Давайте попробуем разобраться, в чем они у нас отличаются. Что я вижу в таблице оборота? Поля, которые я вижу. Ну, нам-то нужно сумма и количество, да, обороты какие-то. Давайте попробуем вытащить информацию. Счет со всеми субконта, корсчет со всеми субконта, сумма оборот, количество оборотов. Конкретные там сумму, количество получать не будем. Вот сумма и количество. У нас это вполне устроит. Что мы видим в этом счете, в этой таблице? Мы с вами видим информацию, где в качестве счета указаны все счета в корреспонденции со всеми счетами, в которых в корреспонденции они были. Например, счет товара. Он есть у меня как и в поле счет, так и в поле корсчет. Потому что, с одной стороны, товар у меня корреспондировал со счетом прибыль, с другой стороны, счет прибыль корреспондировал у меня со счетом товара. По какому счету мне нужно построить отчет, чтобы получить информацию по продажам? Вот давайте сейчас определимся. Какой счет у меня показывает, что это именно продажа? Или может быть это действительно корреспонденция двух счетов? Или больше? Как вы считаете? Что есть продажа с точки зрения бухгалтерии? Мы только что документ видели. Я надеюсь, мы помним, какие мы проводки документами формировали. Есть предложения какие-нибудь? Ну, товары или товары опыта, да, можно сказать. Это продажа у нас, да? Товары розницы, товары опыта, не важно. Ну, вообще, товары это у нас счет, который хранит что? Остатки товара. Если я просто счет товара возьму, то по нему я буду видеть все движения и прихода, и расхода. Давайте это проверим. В таблице регистра я могу задать условия. Если я не ошибаюсь, второе условие. Не обороты, это будет четвертое условие. Начало периода, конец периода, периодичность, метод дополнения счетов. Счет равно, амперсант, счет. Сейчас параметр зададим. Набрал. Нет, не этот по счету параметр. Сейчас подберем. О, угадал. Ну, вот смотрите. Берем счет товары. Видим счет в разрезе с корреспонденцией. Причем, обратите внимание, в разрезе с корреспонденцией мы получаем и, действительно, продажу. Вот это же у нас продажа, да? Счет товары в счет прибыли уходит. Наверное, вот эта продажа. И закупку. Смотрите. Вот она, закупка с поставщиками. Причем, как в рублях, так и в валюте. Как вы думаете, этот ли счет мы выбрали, чтобы посмотреть продажи или нет? Помните, что продажи это не только информация о себестоимости продаж. Да, я вижу. Вот она у меня, себестоимость продаж. Ну, там количество оборотов должно было быть. Их просто нету, потому что документы я не переправил. Там, видимо, ошибка была. Сейчас я перепроведу документы. Ну, в общем, там количество тоже есть. Надо будет перепровести. Сейчас я в режиме толстого клиента. Там не работает форма у меня. Вот. Мне кажется, все-таки счет мы, наверное, не тот выбрали. Товары отражают что? Они отражают остатки товара. Увеличение остатка, уменьшение остатка. Уменьшение остатка, конечно, можно нам показаться, что это продажа. Но не всегда уменьшение остатка продажи. Да, это может быть и списание какое-то, еще что-либо. Я думаю, что счет, который нам нужно анализировать, это счет прибыль. Потому что именно с этим счетом движения покажут нам информацию с одной стороны по выручке. Вот она, видите, расчеты с покупателями, сумма оборотов. С другой стороны по себестоимости. Помните, счет у нас с двух сторон корреспондирует. Я имею в виду счет продажи, да? Когда мы продаем товары. Дэбит, прибыль, кредит, товары. Когда мы выручку учитываем, у нас дэбит покупателя, кредит, прибыль. То есть счет прибыль в операции продажи существует в каждой проводке. И именно на нем нам нужно накапливать информацию по как раз-таки вот продаже. Сейчас мы можем построить отчет, о котором я говорю, весь за исключением выручки. Вот она выручка, видите? Слушайте, эта выручка никак не разрезана по номенклатуре. По номенклатуре значения мы не получим. Хотим значения получать номенклатурой, нужно добавить аналитику. Куда? Конечно же, к счету прибыль. Но так как счет прибыли у нас по сути своей является накопительным счетом, счетом, по которому накапливаются обороты, нам необходимо по этому счету добавить не просто аналитику, а оборотную аналитику, аналитику по номенклатуре, которая будет остатки не хранить, только обороты. Вот сейчас я и попробую это сделать. Значит, отчет мы с вами сейчас построить не можем, потому что не хватает нам информации о разрезе выручки в разрезе товаров. То есть мы там находим и количество, и стоимость у нас есть. А вот выручка в разрезе номенклатур не хранится. Итоговой суммой могу получить, а по товарам нет. Добавим информацию по хранению выручки. Что я делаю? Я иду в план счетов управленческий. На закладке предопределенные для счета прибыль я добавляю новый вид аналитического учета. номенклатура, признак только обороты. Эта галка только обороты будет накапливать информацию в разрезе номенклатуры только обороты. Остатки храниться не будут. Счет у нас будет количественным? Нет, как вы думаете? Ну, есть два варианта. Если вы скажете, то 50 на 50 угадаете. Нет. Ответ правильный вы угадали. 50% ваш. Количество не будет. Почему? Количество мы по товарам храним, по счету товара. Счет прибыль, да, он будет у нас накапливать информацию по себестоимости и по выручке в разрезе товаров. А количество мы вытащим несколько другим способом. Добавили аналитику. Что вы по этой аналитике накапливали значения? Документ расходное должен сейчас формировать движение в разрезе номенклатуры по выручке. А сейчас он этот разрез не записывает. То есть у нас за циклом по данным табличной части формируется движение. Надо его перенести в цикл. Что я и делаю. Добавляю движение внутрь моего цикла по товарам. И естественно, вместо итога по графе сумма, я должен здесь записать сумму выручки. Сумма выручки должна быть у меня получена запросом из документа. Вот у меня первый запрос, который получает сгруппированные данные документом. Я сюда добавляю еще и сумму из документа. И в основном запросе, где мы данные собираем, сумму из документа, я тоже вытаскиваю. Док.т.ч. Сумма. Добавляю не товар и итог по графе сумма, а выборка. Точка суммы. И аналитику. По прибыли теперь я записываю движение по счету прибыль. Движение. Субконта по кредиту. Планы видов характеристик. Номенклатура. Равно выборка. Номенклатура. Это есть. Если я формирую движение по кредиту счета прибыль в разрезе товаров, почему бы мне не сформировать движение по дебету? В том случае, когда я увеличиваю, то есть списываю себестоимость. Хорошо бы тоже ее накопить. Копирую сюда же движение. Субконта по дебету счета прибыль. Номенклатура. Первое движение поменял. Второе движение нужно мне поменять. У меня есть проведение розницы. Там будет все то же самое. Добавляю сумму по документу. Сумму документа в запросе выбираю. В основном запросе ее получаю. И в движении точно так же, как я это сделал, формирую запись. Аналитику по счету. Копирую. По счету прибыль. Движение в дебете. По счету прибыль. Движение в кредите. Вот у меня исправлен документ. Он теперь записывает аналитику по счету прибыль. Перепроведу документы. И посмотрим таблицу с оборотами, чтобы увидеть, нормально там данные накапливаются или не очень. Так, этот документ у меня не проведется. Там что-то товаров у меня вилок не хватает. Провели документ. Смотрите в движениях. И по счету прибыль. И по счету товары у меня записано в аналитике ложка-ложка. И себестоимость. И выручка. Характеризуются теперь понятием номенклатуры. То есть разрез по номенклатуре есть. Оставшиеся документы перепроведу. И здесь есть эта же аналитика. То есть цифры есть. Вот она аналитика. Поварешка, поварешка, поварешка. Везде записано. Все отлично. Сформировали движение. Посмотрим таблицу оборотов. Есть ли там данные для выбора сейчас данных в отчет или нет. Опять запущу систему в режиме обычного клиента. Открою консоль запросов и проверю. Обращаюсь к регистру. Бухгалтерии управленческих. Таблица оборотов. Выберем счет со всеми субконта. Корсчет со всеми субконта. Сумму оборот. Количество оборотов. Помните, что мы не вытаскиваем сумму оборотов ДТКТ. И количество оборотов КТ. Хотя, ну давайте вытащим все поля. Нам будет так более интересно, что ли, смотреть. Все поля выберем. Ну, как мы помним, мы выяснили, что счет, по которому необходимо формировать запрос для построения этого отчета, это счет у меня прибыль. Поэтому сейчас я условия тоже наложу, потом будем разбираться, что мы там получили. Счет равно счет. Прибыль. Вот у меня все движения. Какое из этих движений является у меня себестоимостью? Для меня, например, очевидно. Это счет прибыли в корреспонденции с товарами. Вот это у меня себестоимость. То есть, где дебит, товары, кредит, прибыль, это есть себестоимость. О том, что это оборот по кредиту, нам сейчас очень отлично скажут цифры. Сумма оборотов КТ здесь как раз таки указана. Где? Да, товары, товары, товары. А, счет дебита, конечно. Прибыль по дебиту, да, товары покрыт. Вот. Это себестоимость продаж. Выручка продаж где? Вот она. Тысяча, тысяча. Шестьдесят. Плохо. Количество. Можем вытащить. Есть количество. Смотрите, количество корреспондирующий оборот у нас тоже есть. То есть, по счету прибыль количество не хранится, но в корреспонденции со счетом прибыль количество у нас есть. В корреспонденции по счету товары там у нас указано количество. И смотрите, выбрав сейчас нужные мне поля, я получу информацию о продажах. То есть, что мне нужно выбрать? Мне нужно выбрать, во-первых, субконта по счету, правильно? Это у меня будет что? Субконт 1. Я хочу, чтобы туда попала только номенклатура. Поэтому могу указать условие на вид субконта. Помните, мы делали такое уже? Вид субконта. Сейчас параметры попробуем установить. Вид субконта номенклатура мне нужна. Получил субконта. Получая информацию о сумме оборотов ДТ, это у меня в себе стоимость продаж. Получая информацию о сумме оборота по кредиту, это у меня выручка. Про эту цифру мы сейчас еще отдельно поговорим, которая здесь появилась. И информацию о корреспондирующем обороте. Количество корр оборот по дебету, если я не ошибаюсь. Это количество наших продаж. Вот мы с вами получили значение по продажам товара. Этот отчет был бы невозможен без получения информации в разрезе номенклатуры по счету прибыль. Мы его добавили. То есть в остатках сейчас информация в разрезе номенклатуры не хранится, а вот в обороты мы можем таким вот интересным образом с вами получить. Так, отчет понятен в том виде, в который мы сейчас сформировали? Если понятен, давайте попробуем выяснить, а что это за первая строчка здесь вылезла? Что это за сумма оборот такая по кредиту без номенклатуры? Откуда это она у нас появилась? Кто-нибудь помнит? Видимо, никто не помнит. А это у нас курсовые разницы так рассчитываются. Смотрите, наш документ. Я сейчас регистр открою в бухгалтерии. Смотрите, наш регистр бухгалтерии. Переоценка валюты. Дебит, расчет с поставщиками. Кредит, прибыль. Мы с вами сейчас либо должны установить условия на корреспондирующие счета, чтобы вот эта ерунда у нас не вылазила, либо же ввести перечисление, такое как тип операции. То есть что это за операция? Себестоимость ли это списывается? Или это прочие списания? Потому что не всегда же между счетами товары и прибыль движения это списание себестоимости. Не всегда. Это может быть и кража какая-то, и инвентаризацию провели. Если вы хотите наложить условия на корр-счета, ничего сложного в этом нет. Вы можете параметры указать. Корр-счет входит в список. И здесь указать корр-счета. Вот у меня будет список, например, корр-счетов. Счет прибыль может корреспондировать для этого отчета только с двумя счетами. Это счет с тремя счетами. Товары опт, товары розница и расчеты с покупателями. То есть вот, ограничив корреспондирующими счетами значения, я получил такой вот отбор. Сейчас мне система показывает именно обороты по дебиту и по кредиту между двумя нужными несчетами. Но если у вас вдруг счет, например, расчетов с покупателями или поставщиками будет в валюте, то сейчас сюда тоже попадут движения по переоценке валюты. Потому что счет, например, дебит, прибыль, кредит, расчеты с поставщиками в валюте, это с одной стороны, то есть наоборот, дебит, расчет с поставщиками в валюте, кредит, счета, прибыль, это с одной стороны и вроде бы увеличение выручки, а с другой стороны и переоценка валютного счета тоже будет. И чтобы эти значения сюда не попадали, нужно к счету прибыль привязать еще одно субконто. Это субконто по типу счета, то есть по типу операции, извините, да? То есть что это за операция такая? Ну, алгоритм там очень простенький, то есть мы просто добавляем еще один вид, вид, да, вид движения. Я сейчас покажу, как мы это сделаем. Я добавлю перечисления. Здесь будет у нас несколько значений. Тип ДДС движения денежных средств, ну, я не знаю, там, тип движения по счету прибыль, как мы это назовем, так и будет. И в данных будет просто несколько значений. Себестоимость, выручка, курсовые разницы, прочее. Привяжу этот вид аналитики к счету товара. План счетов правленческий. А, рано еще. В виду субконто надо добавить его. В виду субконто добавляю значение перечисления и предопределенный вид субконто добавлю. И теперь по счету товара укажу, ой, простите, по счету прибыль укажу, что там ведется нужный мне вид аналитики. То есть, первая по номенклатуре, вторая аналитика по этому самому типу. Тоже с признаком только оборотов. Все, теперь каждое движение по счету прибыль будет характеризоваться либо одним типом движения, либо другим. И я сейчас здесь укажу движение по дебету, где у меня указано счет прибыль. Указываю здесь же движение точка субконто дебета. Вид субконто тип DDS равно перечисление в себе стоимость. По кредиту перечисление выручка и во втором моем движении делаю то же самое. Здесь себе стоимость, а здесь выручка. Только здесь кредит. Сейчас надо там выше поменить тоже. Здесь, конечно же, кредит. И теперь довольно элементарно будет установить условия на вот эту самую аналитику в отчете. Все будет просто шикарно. Все, со структурой плана счетов я все сделал. Теперь, ну не буду еще раз вас с теорией отчета путать. Сформируем сразу же отчет у нас на дереве метаданных. Добавляем отчет прибыль. С помощью схемы компоновки данных добавляем настройку. Добавляем туда запросик. Запрос мы только что разобрали. Мы обращались к таблице обороты регистра бухгалтерии. В параметрах таблицы мы накладывали условия по счету, по счету прибыль. Накладывали условия по субконту. А сейчас мы наложим условия на массив субконта. Первая это номенклатура, второй тип ДДС будет. Накладывали условия на корсчета. Корсчет входит в список. Корсчета. И можно сейчас дополнительно наложить условия на субконта. Субконта второе тоже будет входить в список. Типа ДДС. Туда я добавлю только два значения. Это по выручке и по себестоимости. С параметрами все. Поля, которые мы выбирали. Субконт это была у нас номенклатура. Сумма оборот дебита это себестоимость. Кредит это выручка. Количество корреспондирующего оборот по дебиту это количество продажи. Назову поля. Субконта это у меня номенклатура. Сумма оборот по дебиту это у меня себестоимость. Сумма оборот по кредиту это у меня выручка. Корреспондирующий оборот по дебиту это количество продаж. Ресурсы все. Вычисляемые поля можно добавить прибыль. Не буду сейчас делать. Давайте просто отчет сформируем. Количество рассчитываться должно у меня только по номенклатуре. В параметрах задам параметры. Виды субконта. У меня список значений. Куда я передам номенклатура и вторым субконта. Тип ДДС. Корс счета. Это у меня либо счет товара опт, либо счет товара в рознице, либо счет взаиморасчеты с покупателями. Прибыль. Это счет прибыль. Типа ДДС это тоже список значений с двумя значениями. Либо выручка, либо себестоимость. Вот все возможные значения мы задали. Отчет элементарно просто теперь построится. Конструктором выведу необходимые данные. ОК. Так, отчет прибыль. Что-то я, видать, с условием перехитрил. Ничего не показываю. Сейчас еще раз проверю. Виды субконта. Номенклатура и типы ДДС. Есть они. Корс счет. Три корс счета. Прибыль. Счет прибыль. Тип ДДС. Выручка себестоимости. А, нужно перепровести документы. Я вспомнил, что я аналитику добавил, а расходные не провел. Сейчас мы проведем. И посмотрим отчет по прибыли. Вот отчет у меня нарисовался. Вот, что касается оборотных субконт. Их можно использовать для подобного рода операций. Без субконта тип операции по ДДС, который мы добавили, отчет корректно не сформируется. То есть, конечно, он сформируется, но в отчет будет попадать намного больше данных, чем вы планируете. Если пользователю особенно разрешено вводить операцию вручную. Там будет и какое-нибудь списание товаров, например, по инвентаризации, и какой-нибудь брак там и так далее обязательно у пользователя будет. Соответственно, вы просто-напросто обороты отсеять не сможете. Те, которые реальные продажи и те, которые просто, ну, какие-то служебные там, в том числе и перемещения. Вот. С этим мы с вами разобрались. Теперь давайте, предположим, представить, что этот же отчет вы хотите получить, анализируя другую таблицу. Это я к тому, к каким таблицам нам нужно обращаться, чтобы данные вытащить. Мы сейчас нужную таблицу оборота выбрали умышленно, ну, чтобы время не тратить на анализ того, как удобнее из одной таблицы данные получать или из другой. Мне кажется, сейчас из той таблицы, из которой мы данные вытаскивали, их получать, ну, было очень удобно. Есть еще одна таблица в регистре бухгалтерии, в которой хранятся обороты. Эта таблица называется обороты ДТКТ. Принципиальное отличие таблицы заключается в чем? Она отображает нам обороты по дебиту и кредиту. Если прошлая таблица отображала у меня обороты счета в разрезе корс-счетов, то это делает у меня расчет оборотов по счету дебита и кредита отдельно. Давайте подумаем, могу я на основе этой таблицы сформировать отчет по продажам. Наверное, могу. Здесь же есть информация. Дебит, прибыль, кредит, товар. Это есть себестоимость, правильно? Я могу ее вытащить? У меня есть, это себестоимость. Вот она, себестоимость. Могу выручку получить? Могу. Вот она. Дебит, расчет с поставщиками, кредит, прибыль. Выручка есть? Да, вот она, выручка. Количество могу получить. Количество у нас дебит, прибыль, кредит, товары. Где у нас это? Дебит, прибыль, кредит, товары. Вот количество у меня есть. То есть данные здесь тоже, в принципе, есть. Но чтобы получить значение, я сейчас данные вытащу, потом мне их придется еще дополнительно загруппировать. Почему так получается? Потому что система заточила эту таблицу для извлечения данных вида сводные проводки. Если вас интересует, в какой счет, например, вы списывали товары, то этот отчет будет очень удобен. Вы сформируете отчет по счету дебита и посмотрите, в кредит каких счетов уходили у вас суммы. Или наоборот. То есть с этой точки зрения удобно получать отчеты вида, например, сводные проводки, вида, даже не знаю, какой там еще может быть отчет. Анализ поступления товаров. То есть там, где вы хотите выбрать данные, именно поступление. То есть только где дебит счета товара. Потому что у вас товары же могут поступать и с одного счета по поставщикам, и с другого счета по поставщикам. То есть информацию эту удобно будет получать, если вам нужно к счету обращаться только в том случае, если он в какой-то половине корреспонденции. То есть либо в половине дебита, либо в половине кредита. А вот прошлый у нас отчет, мы его строили по счету прибыль и вытаскивали и обороты по дебиту, и обороты по кредиту. То есть счет прибыли был у нас в центре, а с двух боков из дебита и из кредита мы вытаскивали данные. То есть можно в принципе в любой конкретной задаче обратиться к любой из двух этих таблиц. И таблицы, просто обороты, и таблицы дебита и кредита. Но в каждом случае есть какое-то удобство. Удобство, которое позволяет вам выбрать либо сводные операции, либо операции по уже какой-то там аналитике. То есть операции там, где счет во голове стоит и корреспонденцию там нужно вытащить из дебита и скрыть. Еще раз повторюсь, для отчета по продажам нам было удобно использовать таблицу обороты просто. Для какой-нибудь отчета по закупкам будет удобно использовать таблицу, где счет дебита товара указан явным образом. В этом случае будем использовать таблицу обороты по дебиту. Если интересно будет какую-нибудь ведомость по товарам строить, наверное, удобнее будет ее использовать в таблицу просто обороты, так как ведомость предполагает, что мы будем и приход товаров, и расход товаров смотреть. Надеюсь, отличие двух этих таблиц понятны. Есть же еще две таблицы, которые мы с вами не разбирали. Это таблицы движения с субконта и просто таблица субконта. Что это за таблица? Таблица с субконта это таблица движения с аналитикой. Смотрите, вот как у нас выглядит таблица просто движений по регистру бухгалтерии. Информация здесь есть по счетам и по суммам. Помните самое начало наших занятий? Мы не указывали никакую аналитику. Вот эта таблица как была, синтетической, так и осталась. Здесь указывается формирование движения просто счет, сумма, количество, валютная сумма. Никакой аналитики здесь как не было, так нет и не будет никогда. Вся аналитика физически при формировании записей в регистре бухгалтерии записывается в таблице субконта. По полю регистратор номер строки система связывает запись с первой таблицей регистратор номер строки и записывается здесь движение по аналитике. Вид движения дебит-кредит, вид субконта, номенклатура, контрагент и еще что-то, значение ложка, вилка, колбаса. То есть если вы посмотрите сейчас таблицу субконта, то она будет выглядеть вот так вот. Для документа поступления товаров, для строки номер один, в дебите для вида аналитики номенклатура необходимо сохранить значение поварешка. Для первой же строки этого же документа, но по аналитике склада необходимо сохранить значение склада юг. Для первой же строки этого документа, но по кредиту для аналитики контрагент нужно сохранить аналитику поставщика Иванова. Такая форма записи позволяет не изменять физические таблицы базы данных при увеличении максимального количества субконта по счетам. Субконт развернутый не по горизонтали, а по вертикали. Видите, это удобно. Но здесь будет только аналитика. Я на самом деле не знаю, когда необходимо использовать эту таблицу. По строению отчетов она никогда не фигурирует. Эту таблицу необходимо использовать, если вам действительно нужно выбрать движение аналитики. Но я таких задач прикладных, если честно, с точки зрения бухгалтерии, даже и представить себе не могу. Это просто обращение к реальной таблице в том виде, в котором у нее накапливаются движения. То есть можно сказать, что есть таблица движения синтетическая, вот эта вот, есть таблица движений аналитическая, вот эта вот. И есть таблица, которая объединяет две эти таблички, которая называется движение с субконта. Это виртуальная таблица, которая действительно просто соединяет две таблицы по условию счета и аналитики. Вот из этой таблицы можно вытащить движение, которое мы с вами видели в журнале операций. То есть где есть счет, где есть субконта по дебиту, первое, второе и так далее, субконта по кредиту. Эта таблица строится путем объединения двух таблиц. По ней можно строить отчеты вида журнала операций, или отчет по проводкам, в которых необходимо отображать аналитику при формировании движения. Надеюсь, понятно. И эта таблица движения с субконта, и первая таблица, просто таблица движения регистра, содержат записи и активные, и неактивные. Регистр бухгалтерии – это единственный регистр в системе 1С-предприятия, который содержит две таблицы с реальными записями. Вот это как бы они и есть. Точка. В каком случае использовать какую таблицу? Это зависит все-таки от построения отчета и постановки задачи. Популярные отчеты, такие как карточка счета, анализ счета, они будут строиться на основе таблицы обороты и остатки, обороты те, которые у нас обычные. Движения с субконта будут строиться для построения отчетов вида анализ проводок или просто проводки по счетам. Таблица обороты ДТКТ для построения отчета по сводным проводкам каким-то. Это, пожалуй, все, что про разнообразие таблиц регистра бухгалтерии можно поговорить. Слушаю ваши вопросы. У меня материал кончился, поэтому от вас будет зависеть, что мы еще с вами посмотрим. Если вопросы есть, с удовольствием на них отвечу. Вопросов нет. Ну, тогда сегодня мы часть курса, который касается механизмов бухгалтерских задач, заканчиваем. Я вот сейчас остановлю запись.